Всем добрый вечер. Мы ведем трансляцию из нашей столицы, из города Дешковицы, Закарпатской области, Украины. У нас сегодня шестая свеча Хануки и одновременно Рожходы Штавет. Мы начинаем наш урок зажигания ханукальной свечи. Шестая свеча. Я еще не зажигал сегодня. Самое время принято вставать. А потом каждый зажигает сам для себя. Даже маленькие дети зажигают. У меня даже маленькие дети в семье зажигают. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וצבענו להדליק נר של חנוכה. Амин. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Минимум полчаса сидеть при свечах, поэтому мы сейчас немного поучимся, с вашего позволения. Я рад всех видеть, всех, кто приехал, кто нас увидит потом в записи. Я начну с вашего позволения то, что у нас не получилось. У нас в последний раз не получилось обрезание. Да, было такое дело. Да, поэтому мы опять-таки поем в Хануку, что вот мы благодарим Всевышнего за войны, которые ты вел тогда в наши дни. И мы знаем сейчас идет война в Украине и в Израиле. То есть война, ровно как мы говорим в молитве тогда и сейчас в наши дни. И мы говорим Богу спасибо. Это очень сложно. Поэтому, опять-таки по поводу обрезания я вам немножко расскажу. У меня есть группа немецкоязычная в Германии. Они вас очень любят. Даже присылают вам денег немножко. Вот это такие вот немецкие женщины с разных мест. И я им... Там есть два мужчины. Я им давал урок. Недавно мы раз в год встречаемся. И мы вот недавно встречались, и их интересовала тема обрезания. Могут ли бные ног обрезаться? А может быть, даже должны. И опять-таки хочу сказать, мы говорим только про мужчин. То, что называют женское обрезание, это не обрезание. Это какое-то варварство. У женщин обрезание невозможно. Потому что они женщины. Мы говорим только про мужчин. Верно, Миша? Или есть варианты? Нет вариантов. Нет вариантов. Опять-таки, как мы знаем, где мы делаем обрезание? Из устной торы, из Талмуда. Может быть, нужно... Это пишет Рабиуда Олеви в книге «Кузырь». Может быть, нужно мочку уха обрезать. Тогда и женщины будут делать обрезание. Может быть, нужно кусочек носа обрезать. Или достаточно волосы обрезать. Ответ – нет. Мы знаем, на каком органе происходит обрезание. И в Торе, в конце главы Лех-Леха, есть очень интересный момент. Бог говорит Аврааму одно, а он понимает немножко по-другому. И Бог подтверждает, что Авраам правильно понял. Смотрите, написано так. Это глава Лех-Леха. Глава Лех-Леха. Берешит, 17 глава. «И сказал всесильный Аврааму, ты же соблюдай союз мой». Союз обрезания. Ты, потомство твое, после тебя. Во всех поколениях их. «И вот союз мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомством вашим и мною, да будет обрезан у вас всякий мужчина». Вопрос. Что такое «всякий мужчина»? Мужчина на улице подходит? Сейчас увидим. «Вы же обрезаете крайнюю плоть. И будет это знаком союза между мной и между вами. Восьми дней от роду, Толмуд говорит, восемь дней – самое лучшее. Если нет, можно на восьмой год, и на восемнадцатый, и на восемьдесят восемь. У меня были люди в Германии, которые почти в девяносто лет обрезались. Такое тоже бывает. Итак, восьми дней от роду, да будет обрезан у вас всякий мужчина во всех поколениях. Хорошо. И тот, кто будет рожден в доме – еврей. И тот, кто будет купен за деньги из любого другого народа. Это кто? Кого покупают за деньги? Ну тогда это были рабы. Сегодня, слава Богу, рабов нет. Кого сегодня покупают за деньги? Наемного работника, да? Человек приходит на работу, к еврею на фирму, ему говорят, давай обрезайся. Как вам? Обратите внимание, Тора говорит напрямую «из любого другого народа». Аширло мезараха гу, который не из твоего потомства. То есть обрезание. Мы уже видим из слов Бога, что обрезание – это не только для евреев. Это и для других народов, который не из потомков твоих. Непременно будет обрезан тот, кто в доме твоем рожден. Хорошо. Раз. И тот, кто куплен за деньги. Два. И будет союз мой в вашей плоти, запечатлен вечный союз. А мужчина, который не обрежет кровавую плоть, о, там есть санкции. Да, как сегодня страны под санкциями. Израиль угрожает санкциями за разные вещи. Тот, кто не обрезает кровавую плоти, будет наказан. Душа его будет отторгнута от народа его, потому что союз мой Всевышнего – он ответ. Хорошо. Итак, Бог говорит, что есть две категории людей, которые обрезаются. Евреи и те, кто у них в доме. Рабы или слуги. Смотрим, что делает Авраам. В той же самой главе ниже. Предложение 23. «И взял Авраам сына своего Ишмаэля». Это рожденный в его доме. Правильно? То есть мы знаем потом, он выбрал быть не евреем, но это его потом. Биологически. И все, кто родился в доме его, это дети его слуг и рабов. Да, у него там Авраама есть садовник, розы там режут, да. Есть там, не знаю, повар, у него тоже сын есть. Есть там кто-то почту приносит, корову дует, молоко приносит, да. У них всех тоже есть дети. Их всех тоже обрезали. Почему? Потому что они в доме Авраама. То есть они близки к евреям. И этого уже достаточно. Итак, Авраам берет Ишмаэля, который родился в доме его, и всех купленных им за серебро, это группа 2. Всех мужчин до Авраама, до Авраама, это группа 3. Как вам? То есть Авраам расширил то, что Бог ему заповедовал. Вопрос. Правильно ли он это сделал? Ответ – да. Тора подчеркивает, что Авраам правильно понял. Возможно, Бог ему еще что-то говорил, что в Тору не вошло. Возможно. Итак, Аврааму было 99 лет, когда он обрезал свою крайнюю плоть. Ишмаэлю было 13 лет, когда он обрезал свою крайнюю плоть. В тот самый день обрезаны были Авраам и сыновый Ишмаэль и все домашние люди. То есть Ишмаэль – биологический сын, домашние люди – это группа 2, и все, кто родился в доме – 3, и все, кто был куплен с деньгей из другого народа – это 4. Авраам удвоил заповедь Всевышнего. И Тора это пишет и одобряет. Понятно нам, что в доме Авраама вон он, там эти вот шатер Авраама, которые приезжали к нам. То есть не случайно люди называются именем Авраама. Обратите внимание, не случайно, что арабы и шмаэльтяне сегодня тоже делают обрезание. Знаете, пару лет назад заключили мир Израиль с Эмиратом, с Дубаем, Бахрейном, такими странами. Это называется соглашение Авраама. Что у нас есть общий предок Авраам. И арабы тоже делают обрезание. У них это не написано в Коране. Это у них не обязательно. Но они это делают знак уважения к Аврааму, к их предку. Поэтому, опять-таки, понятно нам отсюда, что так как Бнэноах, они в доме Авраама. Они не рабы, они не слуги, они в доме Авраама. Мы сейчас увидим, что Бнэноах должны уважать и почитать Тору. Это моя сегодняшняя тема. Так вот, Бнэноах, опять-таки, тоже делают обрезание. Единственная разница между словами Израиля и словами Авраама, следующее. Евреи обязаны на восьмой день, как можно раньше, но не слишком рано. В Америке знают, делают обрезание на второй день. Не слышали? Ребенок рождается и вот там лазером на второй день обрезают. Так вот, Тора говорит, на восьмой день Абнэноах могут выбрать, когда обрезаются. Сами. Например, я, когда в Израиле, работал в области обрезания, к нам приходили арабы и обрезали всю евреев. И они это делают до тринадцати лет. То есть, они выбирают, кто-то там в восемь лет, кто-то в десять были, приходили в двенадцать-тринадцать, но не позже. И в этом плане у Бнэноах есть еще больше выбора. Они могут выбрать и в тринадцать лет, и в двадцать три, и в тридцать три. Я говорил уже, Рафшерки там пишет, у нас есть это на сайте по-русски, что это должно быть Мойль еврейский ради Торы, по законам Торы. Это вот важно. Это подчеркивает связь с Торой и со Всевышним, с Заветом Торы. Это вот то, что я рассказывал у нас в Мюнхене нашим немецкоязычным братьям, которые вас заочно вам все передают привет. Кстати, Рафшерки тоже, значит, я когда ехал, он написал, что он очень рад, что я еду на Хануку в Дишковице, и пожелал нам хорошей Хануки, пожелал нам хороших праздников, пожелал нам вместе учиться, чтобы мы радовались и веселились. Как у нас там с радостью, с весельем? Закупили? Радость и веселье. Поэтому Рафшерки всем нам передает тоже привет и поздравления, чтобы мы хорошо учились и провели время. Теперь я заявил тему значит 30 заповедей в Найнох. Откуда это идет? Из Талмуда. Мы все опять-таки привыкли, у нас есть 7, да? 7 заповедей. Я говорил вам уже давно, что это на самом деле не 7, а намного больше. Что 7 это группы, да? Итак, смотрите, откуда идут эти 7. Значит, первоисточник этих 7 заповедей это Вавилонский Талмуд, Томаса Ангедрин, страница 56, 1-й, 2-й лист. Учили наши мудрецы 7 заповедей, получили приказ Снавианоха соблюдать, приказ от Всевышнего. И вот они, Деним, это законы, то есть соблюдать правосудие и справедливость и благословение имени, не проклинать Всевышнего и не служить идолопоклонству и не делать гилой район, заниматься возвратом и не проливать кровь, не убивать и не воровать даже мельчайшую вещь, Рамма про это подробно пишет, и не кушать орган живого животного. Итого 7. Я говорил, что из органа живого животного вытекает, что у Бныноах есть свой кашу. Сейчас увидим. Но если думаете, что это 7 тут заканчивается, то он продолжает. Раби Ханания бен Гамла говорит, есть 8 заповедь у Бныноах, это не кушать кровь. Знаете, есть кровяная колбаса, есть в Баварии всякие такие вещи, в Германии, есть люди любят, есть там бифштексы с кровью, такие дела. Так вот, уже Талмуд сразу говорит не употреблять кровь. На что это похоже? как у евреев. То же самое, да, ведь при евреев написано, что кровь удалять. Основная причина, почему кошерное мясо дороже не кошерного, его больше обрабатывают, вынимают кровь, а это иногда тяжело. Поэтому там соль, от водой, там целая процедура. Итак, получается, что по мнению Раби Ханания бен Гамла у Бнынох 8 заповедь Раби хитко говорит Афанасирус, что Бнынох не должны кастрировать животных. Кошек, собак и так далее. То есть не вмешиваться в ухудшение Божественного мира. Итак, 9 заповедь сказал Раби Шимон Афалахишуф. Раби Шимон говорит, что в Бнынох нельзя заниматься колдовством. Что такое колдовство? Это длинный длинный список. Это целая глава. В Торе она подробно описана. Помним, где? Я вам покажу. В Торе написано в книге Дворим. Раби Йоси говорит, что сказано в главе про колдовство, это в книге Дворим для евреев так же сказано и для Бнынох. То есть абсолютно один в один. Итак, какие там есть версии? Лоенца Бехама Вир Бноу Бетов Беш нельзя проводить детей через огонь. Знаете, что это такое? Есть, была такая религия, еще немножко сегодня, за раз 300. Слышали? Это не то, что буквально, не дай Бог, ребенка сжигали. Они символически проводят, делают таких два огонька небольших, огонь настоящий, как весы. И у них такая церемония, там кто-то, их священники, их священники называются мага, отсюда мага, колдун, да? Значит, он проводит, проносит младенца между двух огней. Один огонь хороший, другой плохой, или наоборот, не знаю. Эти люди еще сегодня существуют, они в Иране живут, их миллионы есть. Есть они в Америке, в Германии, немножко, но есть. Так вот, все эти вещи нельзя, да, значит, есть косэм к самим меонэн, меонэхэшу, мэхэшэв, поверховер, шэль ов, бэйедуни, ведурэшэлеметим. Есть длинный-длинный список в Торе разных видов колдовства. Например, меонэн, Раши пишет, человек, который по облакам угадывает. Он не угадывает, завтра будет дождь или завтра будет солнце. Он по облакам говорит, завтра нужно ехать на работу. Или стрельцы завтра, всю неделю не выходят из дома, у них плоха неделя. Знаете, такие гороскопы называются? У меня есть родственники, очень верят гороскопами, с этим тяжело бороться. Поэтому эта Параши называется тот, кто по облакам что-то там предсказан. Теперь, значит, есть меонахэш, догадывающийся. На верите на хаш, это змея. Там есть, как Аронке дал змею, потом был змея, на которого смотрели. Сегодня есть змея, это у греков, которые на аптеках. Змея с ядом, что ядом можно вылечить, или наоборот, залечить до смерти, смотря, что мы хотим достичь. Так вот, Менахэш, согласно Раши, это тот, значит, по тому, как змея ползет, он говорит, что нужно делать завтра. Как вам? Если змея ползет так, а если не так, то вся наша жизнь, по их представлениям, зависит, как ползет змея. Слева направо или справа налево. Знаете, там люди, верят в черных кошек, перебежала там или не перебежала, может, у нее дела там на той стороне дороги черной кошки. То есть, то, что люди верят в такие черные кошки, это то же самое, как ползет змея, только не змея, а кошка. Умехашев, это, значит, колдун, значит, это человек, который взывает к разным духам. Духи бывают тоже разные. ховер-ховер, значит, соединяющий друга, что ли. Раши пишет, что в древности, значит, люди брали какую-то кость от мертвеца, страшно поверить, вставляли себе в рот, какие-то издавали звуки, поэтому тоже говорили, что нужно делать завтра или через год. Нормально? Вешуэль-ов, значит, ов на иврите, это преисподня, что-то внизу. Древние египтяне верили в мертвых, в царство мертвых, там можно было приплыть, уплыть, там, на экскурсию поехать, серьезно, там можно было на время поехать под землю. Так вот, это тот, значит, кто спрашивает всяких сил, которые внизу. Царь Соломон спрашивает, кто знает душа человека после смерти поднимается она наверх или уходит она вниз, правильно? Так написано. То есть, это такой вопрос. Мы говорим, это риторический вопрос, душа уходит наверх. Это то, что я говорю, за вознесение души. Поэтому, это вот вариант, спрашивайте, это темные силы, которые внизу. Силы смерти. Едуни, знающий, человек, который знающий, это тот, который по звездам угадывает, так пишет Раша. Ну, это гороскопы. У весов завтра будут прекрасные деньги, деньги будут им сыпаться и слева, и справа, смотрите там. Не пропустите, да? А у скорпионов там вообще будет удача. Это человек, который знает по звездам, как что будет. Выдароши аламитим и спрашивающий у мертвых, вызывающий мертвых. Как известно, в Писании есть примеры, когда люди вызывали мертвых, и это возможно. Теперь, это не значит, что это невозможно. Это возможно. Это значит, что этого нельзя делать для евреев. И вот нам сообщает Талмуд Раби Шимон и Раби Йоси, что здесь все, что касается евреев, стопроцентно относятся к длинух тоже. Поэтому вопросы относительно спрашивания мертвых, это очень тяжелый вопрос. Люди любят, когда вот там ко мне покойная бабушка или мама или папа пришел, да, знаете, приходят ко мне очень часто и говорят расшифровать, что люди видели во сне. Как известно, сон это смесь того, что мы хотим, то, над чем мы думаем и вещи, которые мы не знаем. Сны это очень тяжелая область. Зигмунд Фрейд на этом себе карьеру сделал, сны рассказывал. Есть разные сонники у христиан, есть у евреев тоже, да, вот если видишь это, то это, а если видишь другое, то о-о-о, как будет хорошо. Тем не менее, опять-таки, в книге Шмуэля, в первой книге Шмуэля описывается, как царь Саул вызывал мертвых. И более того, ему это удалось. У него была война тяжелая, значит, он пошел там переоделся, к тому времени большинство всяких таких ведьм и колдуньей уничтожили, но одна была. И он попросил вызвать пророка Шмуэля, который к нему пришел, он говорит, что он пришел вверх ногами, то есть ноги вверху, голова внизу, нехороший знак. И он говорит им очень тяжелые вещи, которые сбылись. Царь его сын Ионатан погибли на войне довольно быстро. Писание осуждает сам факт того, что царь вместо того, чтобы обращаться к Всевышнему и к пророкам идет как к ведьмам и колдунам, вызывающих мертвых. Окей? И поэтому, опять-таки, знайте, и нам важно знать, что в этом плане требования Торы и к евреям, к санам израиль и к бнынох, санам нох абсолютно одинаковы. Все эти вещи запрещены. Все эти вещи запрещены. И здесь уже есть то, что я перечислил, около десяти заповедей. То есть каждая группа, что нельзя делать, это запрещенная группа. Теперь есть другие интересные мы ставим в Талмуде. Нефтам и Сан-Юдрин, которые говорят, что бнынох на самом деле не семь, а тридцать заповедей. Сейчас зачитаю. Получается, что если семь это семь групп, то тридцать это тридцать групп. Итак, слушайте так. Написано в Талмуде Хулин страница девяносто два, первый и второй лист. тридцать заповедей, тридцать заповедей, которые получили бнынох. Итак, написана следующая мысль. Есть цитата из пророка. Я взял тридцать серебряных монет и кинул их в дом Всевышнего в сокровищницу. Так говорит пророк. Талмуд понимает это иносказательно. Что тридцать серебряных монет это не только на простом смысл серебряных монет. Рабиуда говорит это тридцать праведников народа мира. То есть у вревес Лама II в тридцать шесть праведников. У народов мира есть тридцать. Так Талмуд учит из этой фразы в тридцать золотых монет. Золотые монеты, серебряные монеты самые такие чистые. И эти 30 праведников народов мира, народы мира существуют благодаря этим 30. Ула говорит, Улы это мудрец, другое мнение, эти 30 монет, это не 30 людей, это 30 заповедей, которые прилили на себя в наенах. О как, не 7, а 30. То есть 7 повелел Всевышний, а нахиды взяли на себя 30, больше чем. Но, говорит Ула, в итоге нахиды от них отказались, от 30, и делают, выполняют только 3 из 30. Еще раз, это 30, кроме тех 7. Уже больше, уже 10. 7 плюс 3. Итак, первое, не пишут к тубу мужчинам. Второе, не взвешивают мясо мертвых. И третье, уважают Тору. Итак, первая заповедь, говоря нашим языком, у бнынох нет мужчины с мужчиной, женщины с женщиной. Это то, что он говорит Тому. То есть это вещь, которая запрещена и евреям, и бнынох. Один в один. Всякие там разноцветные, розовые, голубые, это все не только бнынох запрещено, они-то себя приняли и соблюдают. То есть 27 откинули, 3 оставили. Второе, что не взвешивают мясо мертвых. Мясо мертвых – это мертвых животных. То есть не зарезана шхита, а само умерло. То есть еще раз, мясо мертвых, ровно как и в рем, нельзя. Еще раз я повторяю вам, у бнынох есть кашут. Это не только орган живого животного, это не только живые животные, как там азиаты кушают. Это мы видели запрет на кровь, запрет на мясо мертвых. Короче, это все-все то, что принято в евреях. И третье, что они уважают Тору. Что значит уважают Тору? Они ее изучают, но только не то же самое, что евреи. Есть некоторые власти, которые им менее критичны. Итак, в Иерусалимском Талмуде написано еще более интересное про эти 30 заповедей. В Иерусалимском Талмуде, том Абудазара, вторая глава, Галлаха 1. 30 заповедей, которые в будущем возьмут на себя бнынох. «Сказал Маргуна от имени Рава, и взвесил я 30 северных монет». Та же самая цитата из пророка. Смотрите, как по-разному ее понимают. «Это 30 митцвот, которые в будущем возьмут на себя бнынох». Почему в будущем возьмут, потому что фраза по 30 северных написана, в будущем, в будущем, ваишкину, и в будущем взвесил 30 монет. А Талмуд понимает Иерусалимский это, что в будущем на Ахиды возьмут на себя 30 заповедей. Рабихия, сын Луньяни, от имени Рабиушия говорит, в будущем бнынох возьмут все заповеди, кора митцвот. Что такое все заповеди? Так как евреи 613. То есть, есть еще более интересное мнение, что в будущем бнынох примут на себя все заповеди Торы, все 613. Как вам такое? И это то, что имеется в виду уважать Тору. Что на Ахиды изучают, что в будущем будут соблюдать. И в чем смысл этого, спрашивает Талмуд, смысл этого, что в будущем возьмут на себя все заповеди. Почему не сейчас? Что ждать завтра? Давайте сейчас. Ответ. Есть другая цитата из пророка. Значит, говорит пророк, по-моему, Малахий. Последний пророк из всех пророков. Он сам последний в Танахе. Хронологически. Он был уже при втором храме, не в первом. Он говорит, что тогда, в будущем, я, Всевышний, буду говорить четким языком для всех. Сегодня мы спорим, кто-то себе строит церковь, кто-то мечеть, кто-то, не дай Бог, именем Аллаха убивает даже. Это беспредел. Но в будущем, говорит пророк, я, Всевышний, буду говорить четким языком. Все будут понимать. И, соответственно, все будут соблюдать все заповеди. И для этого не нужно ставиться и время. Не надо проходить геюр. Люди будут соблюдать все заповедиторы. И хорошо. И прекрасно. Не нужно. Помните, как вы меня спрашивали. А Бе, Дин, Ато, Асё, а как сделаем, а как геюр? А сложно. Забудьте. Всего этого не будет. Все будут понимать Всевышнего. Он будет говорить. И все будут его понимать. Сегодня мы не понимаем. Мы пытаемся понять, что же он нам заповедовал. И поэтому это то, что говорит нам Иерусалимский Талмуд. Что в будущем я буду говорить народам мира понятным языком. И тогда им будет понятно всем, что нужно брать заповеди. Не семь, не три, не тридцать. Все. Единственное, Иерусалимский Талмуд исключает, что, значит, в будущем заповедь Тфилин и Цицид останутся у евреев. То есть будет разница в две заповеди. Между Бденох и евреев. Все остальное, нет разницы. И Раби Минахим Азария Мипана в книге Ассара Маамарот, он очень долго подсчитывает вот эти вот 30 заповедей. Откуда там 30? Один, два. Очень-очень долго. Даже мне было тяжело все это читать и считать. То есть в основном, опять-таки, это запреты. Обратите внимание, большинство, сегодня мы говорили, семь заповедей, семь групп, это в отрицании. Да, не делай этого, не делай этого, не делай этого. В будущем это будет положительно. Делай это, делай это, делай это. И так говорит Сефер Аювалим. Сефер Аювалим – это апокриф. Я напоминаю, что книги, которые последние проки не засчитали святыми, стали называться апокрифы, они менее важны, они менее святы. Там могут быть разные версии. Но и там написано, интересно, есть другой список заповедей Ноха. Послушайте внимательно. Значит, книга юбилеев, седьмая глава. Самый первый список Митсвобный Нох. В 28-й юбилей, опять-таки, это 28 по 50 от сотворения мира, в 28-й юбилей начал Нох заповедовать своим сыновьям и сыновьям-сыновьям, внукам, тору и заповеди. То есть у тогдашних Бнэйнох буквально, сыновей внуков Ноха, была тора и были заповеди. Каждый закон, который он знал, и он заповедовал своим сыновьям, чтобы делали дзнаку. Не обязательно в коробочку деньги клали, это тоже. А поступали справедливо. Дзнака – это справедливость. Справедливость. То есть поступали по справедливости, помогали бедным. Это может быть все, что год. Да это не только деньги, но и деньги тоже. И чтобы они покрывали свое тело одеждой. Это скромная одежда. Не как некоторые у нас сегодня, как на пляже круглый год ходят, зимой и летом одним цветом, без одежды. То есть скромная одежда, ровно как у евреев. Евреев еще нет. Десять поколений до евреев. А он уже заповедует то, что потом евреев возьмут. В этом плане наш хуйка из Праги, он выгорит старше вас евреев. Выгорит дэнах, не старше вас. Десять поколений. Чистая правда, ничего не скажешь. Нахиды старше евреев. Наши старшие братья. И чтобы они благословляли Всевышнего. Не только не проклинали Всевышнего, благословляли Всевышнего. Проход. Говорили хорошие вещи. И чтобы уважали отца и мать. Это ровно из десяти заповедей. Ровно как у евреев. Ноах заложил своим детям и внукам себя уважать. Он их отец. Мы говорим, что до него там все умерли, погибли. То есть они все естественным путем ушли жизни. Знаете этот мудраж, что Всевышний отложил потоп, чтобы Метушелах умер. Своей смертью. Ноах не мог уйти и оставить своих предков. Он сам почитал своих родителей. И поэтому он ушел в ковчег. У него за спиной никого не осталось. Только его дети и внуки. И слушайте внимательно. Следующий заповедь. Шеу и Шетреу. Чтобы его сыновья любили друг друга. Это обязанность. Ровно как в Торе написано «Возлюблежно, как Саосиба». Это ровно заповедь, как у евреев. Один в один. Одни и те же слова. И мы знаем, да, что братья там не всегда любили. Мы сейчас находимся, сидели на главе братья Продавод Иосифа. Не могли даже говорить с ним мирно. Пытались его убить поначалу. По крайней мере думали про это. Настолько думали, что даже в Тору вошло. Каина убила Веля своего брата. Поэтому мы знаем, что между братьями и сестрами есть разные отношения. Всякое бывает. Именно поэтому Тора начинает любить, начинает с братьев и сестер. С этого начинает. И это то, что говорит Ноах. На этом список заповедей не заканчивается. Вишмиронов, шам изнутри, чтобы отделялись от разврата. Это отдельная заповедь. Тоже отрицательная. Ровно как у евреев. Умитума, чтобы отделялись от нечистоты. Это Миква. Это законы ритуала о чистоты и нечистоты. У меня сейчас есть новая синагога. В моей общине там Миква. Приезжайте посмотреть. Я вас приглашаю. Там еще Микву нужно закончить. Поэтому мы видим, что это заповедь для Бней Ноах. Буквально. Сновей и внуков Ноаха. И чтобы отделялись от Хамаса. Хамас это опять-таки воровство. Не наш сегодняшний Хамас, но это понятно тем более. Поэтому мы видим, что есть в разных источниках разные списки заповедей для Ноахидов. А какой правильный список? Ответ – все. Все правильные. Именно поэтому Валмут приводит мнение этого араби и этого араби. Потому что они все правы. Если бы нет, их бы не приводили. Поэтому это то, что я говорю вам уже много лет. Что всем заповеди – Танисеем. Это очень много. Это гораздо больше, чем мы думаем. И поэтому нужно учить Тору. Нужно учить Тору. Он может быть не так, как евреи, но нужно учить. Чтобы соблюдать, нужно знать, что. И это включает ровно те же вещи, что у евреев. Очень часто. Все, что мы видели. Вопросы на сегодня? Да. Да, Петр? Вы, когда делаете цитаты из Толмуда, в Толмуде действительно Днеенов стоит. Да. Именно Днеенов. Я могу вам показать? Да, Днеенов. Я могу вам показать? Днеенов. Еще раз. Это выражение Днеенов. Его не придумал Равшерки. Его не придумал Маймонид. Его упоминают Мудвецы Толмуда. Они были, опять-таки, на уровне пророков. У них был Святой Дух. По Маймониду, это самый низкий уровень пророчества. 13. 13. Поэтому Бнеенов. Буквально так и написано. Еще вопросы? Ну, если нет, тогда... Сколько Днеенов тогда сказать? А сколько тогда Вы драйвили? В 2013? Еще раз. Мы видим, да, что несмотря на то, что есть 613 заповедей, на самом деле их больше. Хотя некоторые сегодня невозможно особыкать. Но это не значит, что они исчезли, они вернутся. Они есть. Они в потенциале. Запись, связанная с царем. Мы говорим, что сегодня государство Израиль это коллективный царь. Соответственно, нельзя проклинать, нельзя никого проклинать, нельзя проклинать царя, нельзя проклинать еврейское государство. Оно может ошибаться. Были плохие цари. Но даже плохих царей нужно уважать. Был Ахау, царь, очень плохой, прямо скажем, даже мне хороший. Но Бог говорит прокулял, бежать перед ним. Он бежал перед ним, он уважал его. Потому что он царь над евреем. Поэтому, опять-таки, это пример заповеди, которая была, сейчас нет, потом будет. Да? И так далее. И есть другие заповеди, которые мудрецы добавили. Например, ханукальные свечи. Конечно, есть намеки, фтори, все понятно. Ханукальные свечи, более того, я рассказывал вам в прошлые годы, что все вот эти вот обычные хануки, народ продавил мудрецов. Мудрецы не хотели. Мудрецы не хотели. Народ заставил. Снизу. Мудрецы, окей. А народ праздновал, веселился, концерты стал, собирались, отмечали. И тогда мудрецы уже придали форму хануке. Поэтому ханука, это пример доплыла заповеди. Субботние свечи. И так далее, и так далее, и так далее. Многие вещи, которые мы сегодня, там, кипа, покрытие головы, да, и так далее, и так далее, и так далее. Можно и так сказать, да. Да. У евреев. у евреев примерно да да я согласен каждый тянется к тому что ему интересно красавец все верно это то что говорит получение отцов нет у тебя легкой тяжелой заповеди это урок который процессы давал много лет назад дешковиц если хорошо по-настоящему выполняешь одну заповедь ты не знаешь как там платят это не математика не арифметика нет у тебя легкой тяжелой заповедь один раз сделал что-то очень нужно доброе спас весь мир получил больше награды чем это то что говорят наши мудрецы и время и для ног и вообще мы не знаем как сегодняшний расставляет награду не знаем и не мы пытаемся это понять я тогда на секунду выключу запись